Здравствуйте! Это итоги дня информационного портала Управда.ру. С вами Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. В Ульяновской области с отравлением маслом госпитализированы еще пять человек. Деревья изучить, контрбанкет укрепить. Почему парк Приморский скрылся в зарослях речного порта. Ульяновские авиастроители построили новый самолет и готовят еще шесть. Именитые спортсмены Артем Вахитов и Дмитрий Носов стали послами Тафиса в Ульяновске. Вчера стало известно о страшной трагедии в Базарно-Сызганском районе. Ночью подросток убил всю свою семью, а потом покончил с собой. Корреспонденты Улправда ТВ выехали на место трагедии в село Патрикеево. В Базарно-Сызганском районе в селе Патрикеево произошла страшная трагедия. Подросток зарубил топором всю свою семью. Затем парень покончил жизнь самоубийством. Прямо за моей спиной дом, где произошла страшная трагедия. Подросток убил топором всю свою семью. Маму, брата, сестру, дедушку и бабушку. Заместитель губернатора Ульяновской области Сергей Люльков прибыл на место происшествия вместе с правоохранителями. Я лично выехал на место происшествия. Село Патрикеево находится 200 километров от города Ульяновска. В настоящее время работает следственная оперативная группа, представители следственного комитета, полиции. Продолжается осмотр места происшествия. Друзья и родственники комментируют события по-разному, сходятся в одном. Все происшедшее – полная неожиданность для всех. Он хотел покончить жизнь суицидом, но чтобы они не переживали, родственники, он решил их забрать с собой. Он давно думал об этом, но никогда никто не думал, что он так сделает. Парень такой спокойный, невзвинченный, ничего. Друг обнаружил погибшего подростка утром. Парень пошел на поиски по просьбе товарища, которому перед смертью Тимур отправил сообщение об убийстве. Он стучал в дверь, никто не открывал. Я ушел оттуда, позвонил другу, он мне сказал, так, так, сходи туда. Я пошел к лыжке и нашел возле лыжки его. Потому что он ему написал, что последний был в 3 часа, и последний в сети он раз был в 3.04. Все. У Тимура были младшие братишка и сестренка, но родные они только по матери. Папа у них разные, и в семье не задержался ни один. Отец предполагаемого убийцы приехал на место происшествия, но комментарий давать отказался. О самом парне известно, что он закончил прошлый учебный год с отличием. Участвовал в отборочных стязаниях на передачу «Умники и умницы». Директор базарно-созганской школы номер один говорит, что не может поверить в случившееся. Мальчик учился на отлично. Поведение было у него подобное. То есть он всегда, ну в любой ситуации, я не видел его раздраженным, я не видел его каким-то, ну может быть наоборот апатичным. Он всегда был уравновешенным, хорошо общался и с учителями, и с одноклассниками. То есть никогда не было никаких конфликтов. Учился хорошо. Следственные действия продолжаются. Отрабатываются все возможные версии происшествия. Павел Половов, Юрий Конихин. Новости Улправды ТВ. Сегодня на аппаратном совещании Сергей Морозов поручил досконально разобраться в ситуации в Патрикеево. Случай будет рассмотрен на комиссии по делам несовершеннолетних. В Ульяновской области с отравлением маслом госпитализированы еще трое взрослых и двое детей. Таким образом, в больнице находится семеро взрослых и четверо детей. Состояние заболевших оценивается как средней степени тяжести. Подробнее в материале Натальи Чумаченко. В начале августа на больничные койки попали сразу шестеро взрослых и двое детей с признаками отравления неизвестным веществом, находящимся в подсолнечном масле. После употребления продукта из Теренгульского района домашнего производства впоследствии скончались двое взрослых. Вчера, 18 августа, в региональные больницы поступили еще пятеро ульяновцев. Трое взрослых с признаками отравления и двое детей под наблюдением. По словам медиков, сегодня состояние всех потерпевших оценивается как удовлетворительное. В субботу на воскресенье в наше отделение приступило еще трое пациентов с жалобами на кровоточивость из десен, кровь в моче. Также они употребляли масло растительное, подсолнечное. Причем там есть связь именно с теми пострадавшими, которые уже лежат в нашей больнице. То есть они являются их знакомыми. Из того же самого района? Из того же самого района и из той же самой партии было масло, которое приобретали первые пострадавшие. Как оценивается степень их здоровья? Пациенты поступили с признаками кровотечения. По анализам были выражены нарушения свертываемости крови. На данный момент им проведено лечение. И признаки кровотечения у них купированы. И по анализам сейчас улучшение на данный момент. А с теми пациентами, которые уже находились до этого? Те пациенты, которые находились, они сейчас в стабильном состоянии. Им оказывается ежедневное переливание свежезамороженной плазмы. Состояние их без изменений. Признаков кровотечения у них сейчас не наблюдается. Но лечить их нужно продолжать. Потому что без лечения анализы при уменьшении даже дозы плазмы начинают увеличиваться анализы показателей свертываемости крови. Насколько длительное лечение? Насколько может быть оно затратное, трудоемкое? Насколько вы там скажите? Насчет длительности прогноза делать тяжело. Потому что всем известно, что в Самарской области похожий случай. Там уже второй месяц проводится работа. Также пока нет улучшений. Но если подозревать самый длительно действующий яд из группы кумаринов, то это до 72 дней период полураспады. К сожалению, так. По затратности лечения используется свежезамороженная плазма. Это продукт, который получается при донорстве крови. То есть необходимые доноры плазмы постоянные. На данный момент станция пиливания крови нам предоставляет плазму в полном объеме. Но я думаю, что никто не будет не против, чтобы плазму эту сдавали, восполняли запас. По словам специалистов, двое детей, которые поступили в ночь субботы на воскресенье, употребляли подсолнечное масло в пищу после термической обработки. Сейчас они находятся под наблюдением врачей в областной детской клинической больнице. У ребят отсутствуют какие-либо симптомы. Наталья Чумаченко, Юрий Конихин. Новости Улправда ТВ. День воздушного флота России в Ульяновске всегда отмечается масштабно. Ведь около 40% промышленности города работает именно в этой отрасли. Ульяновск носит почетное звание авиационной столицы. Основные торжественные мероприятия в преддверии праздника прошли в Заволжском районе города. Более 13 тысяч жителей и гостей региона накануне Дня воздушного флота России посетили Ульяновский авиационный завод. В день открытых дверей завода они смогли увидеть самолет Ан-124 «Руслан», среднемагистральный узкофузеляжный Ту-204 и модернизированный тяжелый транспортник Ил-76МД-90А. Главными участниками праздника стали сами работники предприятия и их семьи, а также ветераны предприятия. Я действительно с 1 апреля 1983 года начал работать производственным мастером в цехе 274, проработал практически 18 лет. Я ушел с должности замдиректора по экономике, плюс как ветеран Ульяновского авиационно-промышленного комплекса АО «Авиастар». Я считаю, что действительно я авиастаровский и никуда это уже не денешься, это в крови. Сейчас завод загружен заказами на многие годы вперед. Напомним, сегодня Ульяновский авиационный завод выполняет заказ на строительство тяжелых транспортников Ил-76МД-90А. Работает над производством воздушных танкеров Ил-78М-90А. Принимает участие одновременно в нескольких авиационных программах, в том числе по МС-21АН-124 Ту-204. У нас сегодня профессиональный праздник, и вот насколько он у нас хорошо получится, это как бы демонстрация того, насколько мы хорошо работаем всегда, и в праздники, и в будни. Но в этом году в будни мы поработали неплохо, мы сдали военным девятку, десятку, уже на готове на сдаче стоит следующий самолет, и в планах у нас шесть самолетов в этом году. Ну а праздник, мы хотим все-таки показать, какая это красивая профессия, авиастроитель. На заводе в настоящий момент трудятся более 9 тысяч жителей региона. Предприятие является одним из крупнейших работодателей Ульяновской области. Здесь всегда существует большая потребность в рабочих кадрах. В настоящий момент перед нами стоят амбициозные задачи по выпуску самолетов, поэтому, безусловно, что мы всегда открыты всем нашим горожанам, которые хотят присоединиться к нашей команде авиастроителей, и приглашаем всех на работу. Независимо от того, что вы умеете, у нас есть свой учебный центр, мы всегда готовы научить вас строить самолеты. Сотрудникам авиазавода, внесшим вклад в развитие отечественного авиастроения, были вручены почетные грамоты Министерства промышленности и торговли России и губернатора Ульяновской области, а также благодарственные письма и знаки за трудовую доблесть. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Новости Уллправда ТВ. Иногда новое – это хорошо забытое старое. Оказывается, в нашем городе есть отличное место для отдыха, о котором забыло большинство ульяновцев. Парк Приморский спрятался в глубине речного порта. Что собираются с ним делать городские власти, расскажет Виктория Черкова. Мало кто знает, но в дебрях речного порта скрывается живописное место отдыха – Приморский парк с лестницами из гранита и голубыми елями. Назвали его в Даньмоде 70-х годов. Тогда Волгу любили называть Волжским морем, видимо, из-за масштабов водохранилища. Сейчас очертания парка только угадываются. Территория уже давно поросла бурьяном и деревьями. В советские годы этот парк был береговой жемчужиной. На месте джунглей был розарий. В этом году по поручению губернатора парк будут возрождать. Комиссия из экологов и работников городадминистрации выезжала на место. Специалисты оценивали обстановку. Александр Курашов рассказал, с чего нужно начать преображение культурного объекта. То есть, прежде всего, это уборка сухостойных деревьев, валежа и открытие дорожек, которые мы можем наблюдать. То есть, фрагментарно дорожно-тропединочная сеть осталась. Ну и, естественно, нужно открыть вид на Волгу. Ну, мы сейчас наметим сначала объем работ, ну и, естественно, техника, что необходимо, какие ресурсы. И в самое ближайшее время приступим. Благоустройство коснется не только террас Приморского. На береговой линии есть сооружение под названием «Контрбанкет». Это искусственная набережная, которая укрепляет берег и не дает уползти обелиску с площади 30-летия Победы. Здесь будет как раз вот набережная, она будет здесь. То есть, для того, чтобы зеленая зона оставалась тихой рекреационной зоной, а все развлечения, вся культурно-досуговая деятельность будет именно проходить здесь. Так планируется. А как давно заложили этот «Контрбанкет»? «Контрбанкет» было принято решение уже после парка. Это где-то уже сооружение 80-90-х. Это сооружение железной дороги. Как утверждают экологи, парк – это особо охраняемая зона. Расчищать террасы Приморского будут только после изучения всех растущих деревьев. А «Контрбанкетом» займутся инженеры и строители. Сооружение необходимо довести до ума. Виктория Черкова, Юрий Ломатов. Новости Уллправды.ТВ. Именитые спортсмены Артем Вахитов и Дмитрий Носов стали послами фестиваля боевых искусств Тафиса в Ульяновске. В регионе продолжается подготовка к масштабному спортивному событию, которое пройдет уже этой осенью. На днях получились сертификаты послов фестиваля Тафиса два именитых спортсмена. Дмитрий Носов, заслуженный мастер спорта по дзюдо, принял участие в торжественной церемонии закрытия 20-го чемпионата мира по стрельбе из арбалета, которая прошла в Ледовом дворце Волго-спорт-арена. Артем Вахитов, один из самых титулованных кикбоксеров России, стал почетным гостем первого в Ульяновске полупрофессионального турнира по тайскому боксу. Мы находимся в преддверии очень знакового события, крупнейшего международного события первого всемирного фестиваля боевых искусств под брендом крупнейшей организации и олимпийских видов спорта Тафиса. И за тот год, когда мы активно готовимся, я стал на самом деле центром боевых искусств. Напомним, послами фестиваля, который пройдет в Ульяновске и Димитровграде с 13 по 17 сентября становятся известные политики и спортсмены, популяризирующие здоровый образ жизни и несущие его в массы. 18 августа в России впервые праздновали День географа, который утвердил президент страны Владимир Путин. Праздник установлен в день основания Русского географического общества. В Ульяновске праздничные мероприятия по случаю этого дня прошли на базе Ульяновского авиационного колледжа. Сегодня Русское географическое общество насчитывает более 22 тысяч членов в России и за рубежом. Региональное отделение общества открыто во всех субъектах Российской Федерации, в том числе и в Ульяновской области. На сегодня Ульяновское отделение насчитывает свыше 150 действительных членов. Во время праздничного мероприятия, посвященного Дню географа, всех путешественников, географов поздравил губернатор Сергей Морозов. Географ – это не профессия. Это, по большому счету, все равно призывание. Наверное, минимум учителя могут это подтвердить в полной мере. Потому что это такой особый рот деятельности, который связывает людей с самых разных специальностей. Ну и искренне надеюсь о том, что мы очень активно, Игорь Игоревич, будем готовиться к большому всероссийскому фестиволю. И обязательно сделаем так, чтобы об Ульяновской области нам было хорошо известно. И про Ульяновскую область было много доброго и порядочного сказанного. Председатель общественного координационного совета Ульяновского отделения РГО Игорь Егоров подвел итоги работы за полгода и рассказал о планах на следующие полгода. В марте прошел «Прикад Палады». Фестиваль был девятым. На следующий год он будет уже у нас юбилейным. И у нас побито сразу несколько рекордов. И по количеству интерактивных зон было почти 45. И по количеству посетителей 13 с лишним тысяч человек. Как сказал Игорь Игоревич, уже сейчас идет активная подготовка к 10-му географическому фестивалю «Фрегат Палада». К участию приглашено отделение РГО из Якутии. Также приглашение отправлено внучке советского генерала, бывшему военному корреспонденту газеты «Правда» Гале Морел. Лето для ульяновских географов стало богатым на путешествия и экспедиции. Игорь Егоров особо отметил уникальную водную экспедицию, которая рассчитана на два года – «Россия с севера на юг». Команда плыла на морских каяках и катамаранах от норвежской границы из города Никель до Ульяновска. На следующий год будет запущен второй этап экспедиции от Ульяновска до азербайджанской границы города Дербент. Каждый этап – это порядка 3000 километров по воде. Мне, в общем-то, впервые удалось участвовать в водной экспедиции, не считая первую экспедицию свою в студенческие годы, когда я прошел по Барышу и Суре. И вот спустя больше 40 лет я участвую в такой вот грандиозной экспедиции. Даже не верил, что я смогу пройти это расстояние. Где-то 17 дней лично я с веслом провел в кайке, одноместном, двухместном. Своими впечатлениями от покорения новых вершин поделился председатель Симбирского альпинистского клуба, министр природы и цикличной экономики области Дмитрий Федоров. Буквально вчера вернулся из республики Таджикистан, где в помиралайской горной системе в составе ветеранской сборной Таджикистана и России совершил два восхождения на вершины Зеравшанского хребта. Это самый северный пятитысячник помиралайской горной системы, пик Чемторга и высшая точка Куликолонской стены, пик Мирали. Было очень здорово, замечательно поработать в команде очень сильных мастеров под руководством Рустама Тураева. Во время праздничного мероприятия был отмечен симбирцитовым компасом РГО незрячий ульяновский дзюдоист Андрей Ванькин, который в июне этого года покорял самую высокую горную вершину Старого Света – Эльбрус. По словам председателя Общественного координационного совета, Ульяновская область ждет еще одно крупное мероприятие, организованное РГО. Это турнир среди школьников по Волжье «Что, где, когда», который состоится осенью этого года. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Новости Уллправда ТВ. Праздничный вечер, посвященный 95-летию известного ульяновского краеведа, почетного гражданина Ульяновской области Жарес Александровича Трофимова, прошел в торжественном зале Дворца книги. Поздравить юбиляра пришли руководители областных учреждений культуры, историки, писатели, журналисты, родные и близкие. Наша съемочная группа тоже присоединилась к поздравлениям. Патриарх краеведения – так называют старейшего ульяновского краеведа Жареса Александровича Трофимова. Жарес Александрович собрал большой материал о Симбирске с момента его основания и до 20 века. Ульяновец по-новому осмыслил материалы об основателе города Богдани Хитрово. Трофимовым поднят целый пласт материалов о первых историках Симбирского ульяновского края, а также об известных архитекторах, чьи здания и сооружения украшают город. Но главной его находкой стал дом, где родился Владимир Ильич Ленин, основатель советского государства. Событие, которое было связано с тем, что во время строительства Ленинского мемориала вдруг обнаружилось, что дом, где родился Ленин, оказывается, есть, существует. Это было, конечно, для того времени, как взрыв бомбы, я хочу сказать. И вот здесь, конечно, проявился характер Жарес Александровича. Ведь его уговаривали, чтобы он не шел в разрез уже с устоявшейся точкой зрения. Но он нашел в себе силы для того, чтобы добиться, доказать. Для этого потребовалось много усилий. В свои 95 лет Жарес Александрович полон сил и готов написать еще не одну книгу. Я хочу все-таки парочку книг еще каких-то написать. Как удастся мне это или нет, я все-таки попробую пока не афишировать. Но если я год-два проживу еще, то я все равно напишу книжку. Или об Илье Николаевиче, или об Александре Ульянове, или о Владимире Ильиче. Потому что о нем, хотя я и написал не одну книжку, все-таки у меня есть еще в запасе темы. На юбилейный вечер пришла Наталья Михайловна Трофимова, жена Жареса Александровича. Они живут вместе больше 40 лет. Она его главная помощница. Хотя я географ по образованию, но я преподавала в Пенинском педагогическом институте тогда. А он историк. Но пришлось в конце концов переквалифицироваться. И все книги, которые были изданы за 43 года нашей совместной жизни, больше 40 их и так и есть, вот мы, я готовила к печати. Печатала сначала на пишущей машинке до 70 лет, а потом с 70 до 80 на компьютере набирала. Специально к мероприятию была подготовлена книжно-иллюстративная выставка, в которую вошли книги Жареса Александровича, изданные в разные годы, а также публикации в периодических изданиях. Всего патриархам краеведения было издано более 40 книг. Они стали настольными для краеведов, преподавателей, учащихся молодежи и всех, кому дорога история нашей малой родины. Много теплых слов и поздравлений прозвучало в этот вечер. Конечно, поздравить юбиляра пришел сам Владимир Ильич. В роли Ленина выступил актер Ульяновского театра «Кукол», заслуженный артист Российской Федерации Андрей Козлов. Также праздничную программу юбилея украсили выступления ульяновских артистов и музыкантов, в том числе солиста-вокалиста Государственного ансамбля песни и танца «Волга» Владимира Самарева. Ирина Антонова, Юрий Ломатов. Новости Уллправда ТВ. Завтра в Ульяновской области ожидается жаркая солнечная погода. Температура воздуха прогреется до плюс 26 градусов. Ветер западный – 3,8 м в секунду. Это все новости на сегодня. Итоги дня смотрите по будням в 18.50 на информационном портале улправда.ру. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин